Как убеждают нас продавцы, самотерапина для набора мышечной массы – это лучшее средство, не уступающее по своей эффективности стероидам. А выпирающие из животных профессиональных атлетов, ставшие визитной карточкой бодибудинга, лишь это подтверждают. Казалось бы, откуда такие сомнения? Стоит лишь купить гормон роста и набор масс тебе гарантирован. Однако, если разобраться, окажется, что польза от приема гормона роста для мышцы весьма призрачна. Зато побочные эффекты гормона роста и вред для здоровья совершенно реальны. Если говорить о гормонах для набора массы, то лидером в этом плане является тестостерон. Его авторитет в этом вопросе неоспорим. Лучшим подтверждением этому является то, что мышечная масса мужчин больше, чем у женщин от природы, даже без тренировок. Впрочем, и те, кто применяет стероиды, могут это подтвердить чистой совестью. Если сравнить человека, который тренируется натурально, но занимается без употребления тестостерона, и того, кто не занимается, но применяет амноболические стероиды, то мышечная масса будет больше именно у последнего. Настолько сильным является действие тестостерона на рост мышц. Поэтому уровень мужского полового гормона в бодибилдинге был, есть и останется краеугольным камнем, определяющим рост мышц. Гормон роста, он же самотерапин, это пептидный гормон, который вырабатывается нашим организмом и в период взросления. Благодаря ему мы растем, развиваемся и превращаемся из младенца весом в несколько килограммов во взрослую особь. Максимальный уровень секреции гормона самотерапина отмечается в раннем детстве. Пиковые значения наступают в момент полового созревания. А замедление выработка гормона роста начинается уже с 26 лет. Постепенно, с каждым годом уровень его производства падает, достигая минимальных значений к 60 годам. Так работает самотерапин, который производится нашим организмом. Купить гормон роста в аптеке можно. Препаратов на его основе выпускается очень много. Но это уже будет синтетический аналог природного гормона. Вот только действительно ли эффективность гормона, рост для мышц, так очевидна. Если сравнить самотерапин с тестостероном, ярким представителем класса анаболических стероидов, то его влияние на рост мышц будет совсем не таким явным. Доказательство этому людей неестественно высокого роста. Непомерное безостановочное увеличение их тела даже во взрослом возрасте это последствия неправильного функционирования гипофиза, железы внутренней секреции, ответственной за выработку этого гормона. Иногда вследствие какого-то сбоя, их гипофиз начинает вырабатывать самотерапина больше, чем у обыкновенных людей. Называется такая болезнь акромегалия. Если бы гормон роста обладал, как и стероиды, способностью стимулировать мышечную гипертрофию, то у таких людей мышечная масса была бы необыкновенно увеличена. А по своему внешнему виду они напоминали бы Халка в своей первозданной красе. Однако у людей очень высокого роста, заболевших акромегалией, спортивное телосложение на фоне гигантского количества гормона роста в организме отсутствует. Их мышцы обычные по объему. И если отличаются от мышц людей нормального роста, то не в лучшую сторону. Если сравнивать их достижения в наборе массы при тренировках с отягощениями, с результатами обыкновенных людей, то сравнение тоже будет не в их пользу. Зато побочные эффекты от увеличения выработки самотерапина у таких больных аналогичны тем, которые возникают у профессиональных бодибилдеров. Вывод. Переизбыток гормона роста в организме вследствие нарушения функции гипофиза – это болезнь. Вместо ускорения роста мышц он вызывает лишь увеличение тела в высоту. Побочные эффекты гормона роста, прежде чем купить самотерапин, очень неплохо изучить его потенциальный вред. Ибо побочные эффекты гормона роста, используемого в высоких дозах, широки и многогранны. Тело человека под его влиянием меняется очень сильно, поскольку от самотерапина растет все, кроме мышц. Меняется структура скелета, происходит искривление позвоночника, грудная клетка становится вздутой, бочкообразной формы. Расстояние между ребрами становится больше, руки и лицо постепенно отекают, кожа становится более плотной и обвисает, вследствие чего старые перчатки и кольца становятся маленькими. Меняется тембр голоса, он делается более хриплым и приглушенным. Это происходит вследствие уплотнения гортани, языка и слюнных желез. В верхних дыхательных путях уплотняются ткани, что обуславливает возникновение храпа и постоянных головных болей. Наблюдается гипертрофия миокарда. Существенно увеличивается вероятность возникновения синдрома остановки дыхания во время сна, из-за которого развивается ишемическая болезнь сердца. Становится больше скулы, выступает вперед нижняя челюсть. Нос делается существенно крупнее. Сильно выделяются надбровья, а также череп в затылочной части. Стопа увеличивается в размере, из-за чего приходится подбирать более просторную обувь. Во время движения появляются боли. Уменьшается гибкость из-за деформации суставов и хрящей, вызванной быстрым ростом соединительной ткани. Возможно бесплодие как у женщин, так и у мужчин. У пациентов с диагнозом акромегалия часто возникает гиперплазия надпочечников. У 30-50% людей с данной болезнью находятся в кишечнике полипа. Образуются фиброзные узлы, миомы, кисты и прочие онкологические патологии. Возможно развитие диабета. Происходит изменение в функционировании ЖКТ, нервной и эндокринной систем. Наружные симптомы приема самотерапии заметны невооруженным глазом. На любом соревновании по культуризму, ибо гормон роста в бодибилдинге прижился очень хорошо. Выпирающие животы, несмотря на все попытки их убрать и сузить талию, вызывают всеобщую критику и являются как раз следствием повышенного содержания самотерапина в организме. Это хорошо заметно, когда сравниваешь фото современных профессиональных атлетов с представителем золотой эры бодибилдинга. Главной страшилкой в бодибилдинге принято считать стероиды, но побольше эффекта гормона роста куда ужаснее. Более сильный вред для здоровья может нанести лишь синтол. Вывод. Выпирающий живот у профессионального атлета это конечно не красиво, но этот побочный эффект самотерапины является справедливой платой за использование гормона роста в бодибилдинге. Воздействие самотерапина на внутренние органы намного опаснее выпирающего живота и постоянного храпа. Случаи возникновения тяжелых заболеваний сердца среди профессионалов в результате повального увлечения гормоном роста значительно участились. Лишь в прошлом году не стало двух знаковых представителей бодибилдинга в возрасте 46 лет. Скончался Рич Пиано. А Далласу Маккарверу было и того меньше. Он умер на 26 году жизни. Результаты аутопсии и того и другого помимо заболеваний печени и щитовидной железы выявили серьезные патологии. Сердечно-сосудистая система использована ли они от лета гормона роста? 100% да. Исследования проводимые во многих странах подтвердили, что переизбыток самотерапином в организме как раз и способствует развитию подобных заболеваний. Это и есть наихудшие побочные эффекты гормона роста. Однако, есть один интересный факт. Гормон самотерапин повышает выработку коллагена. Коллаген это фибриллярный белок, который является строительным материалом для наших костей, связок и сухожилий. С ним как раз связаны практически все результаты применения гормона роста. Как позитивные, так и негативные. Худшим можно назвать действия на сердце и кровеносные сосуды. У них есть основа из коллагена, а самотерапин способствует ее уплотнению. Если уровень самотерапина превышает норму, то начинается чрезмерный рост конструкции из коллагена, из-за чего сосуды становятся жестче, проходимость крови через сердце затрудняется. При возрастных изменениях сосуды становятся более тонкими, может возникнуть геморрагический инсульт и прочие заболевания кровеносной системы. Получается, что сердцу причиняет ущерб любое отклонение от нормы уровня самотерапина, как в большую, так и в меньшую сторону. Вывод. Способность гормона роста увеличивать выработку коллагенов благотворно влияет на опорно-двигательную систему, но повышает, особенно в зрелом возрасте, риск возникновения заболеваний сердца. Действие гормона роста в бодибилдинге должно заключаться в наборе мышечной массы, сжигании жировой ткани, улучшении работы опорно-связочной системы, по идее. Ибо в реальности самотерапин соло в соревновательном бодибилдинге используется редко, в основном атлетами, перенесшими травмы для ускорения восстановления, а так в комплекс с какими-то стероидными препаратами. Если совести все теоретические преимущества этого гормона для атлетов, получится следующая картина. Набор мышечной массы, уменьшение количества жировой ткани, повышение прочности костей, эластичности связок, ускорение заживления травм, укрепление иммунитета. В реальности же гормон роста реально работает лишь по четырем последним направлениям. Прямолинейно, на выбор массы, он оказывает косвенное воздействие путем улучшения работы оборно-двигательной системы. Поэтому гормон роста активно используется в пауэрлифтинге, но называют его там препаратом для суставов и связок. То есть, чем они сильнее и выносливее, тем больше вес в упражнениях можно использовать. Многие атлеты, особенно соревновательного уровня, решают купить гормон роста для повышения жесткости мышц. Отзывы о гормоне роста атлетов, которые его опробовали, говорят о том, что мускулатура на фоне его приема становится визуально больше, жестче и рельефнее. Вот только это происходит не за счет гипертрофии мышечных волокон, фасции и оболочки, в которые они упакованы, просто становится плотнее, увеличиваясь в объеме всего на чуть-чуть. Однако, на рост мышц это никакого влияния не оказывает. Если случаются травмы или же тело не справляется с заданным уровнем нагрузки, самотерапин оказывает положительные действия. С его помощью повреждения мышц и связок заживают быстрее. Но, чтобы избежать таких проблем, достаточно правильно планировать свои тренировки. Ибо перетренированность даже на фоне фармакологической поддержки делает набор массы невозможной. В принципе, вывод. Положительные действия гормона роста в бодибилдинге заключаются прежде всего в сжигании жира и усилении опорно-двигательной системы. Рост мышечной массы он ускоряет не напрямую, а за счет повышения силовых показателей. Использование самотерапина практикуется уже достаточно давно. Его свойства изучены в полной мере. Производство препаратов с его содержанием было наложено в советские времена. Были единственные случаи использования гормона роста в Советском Союзе, он исключительно в целях повышения мышечной жесткости. А некоторые спортсмены, особенно тяжелоатлеты, использовали гормон самотерапин для быстрого заживления повреждений, полученных во время работы за предельными весами. В этом случае применение подобного препарата было оправдано. Но вот ураганного роста мышц от самотерапина не наблюдалось. Это при том, что добывали его в те времена из гипофиза покойников. То есть был он натуральным, а не искусственным. Тот факт, что тогда никто не использовал самотерапин для набора массы, свидетельствует о его бесполезности в этом качестве. Что касается стероидов, то они были необыкновенно популярны среди бодибилдеров в ту пору. И хотя купить гормон роста в аптеке можно было наравне с анаболическими стероидами, свободно и даже без рецепта. Но те, кто хотел набрать массу, останавливали свой выбор именно анаболических стероидах. И так продолжалось вплоть до начала этого века. Вывод. Гормон роста для мышц бесполезен. Самотерапин в бодибилдинге имеет смысл использовать лишь как средство для заживления и восстановления после травм. Купить гормон роста не значит набрать массу. Китайские ученые в 2000-е годы изобрели способ производства рекомбинантных искусственных белков. Так на гормоне роста стали делать бизнес в частном порядке. Налаживали производство, поскольку это не требовало больше финансовых затрат и выставляли его на продажу. А поскольку реклама лучший двигатель торговли, то массированная и хорошо финансированная информационная волна накрывала весь мир. Миф, утверждающий, что купить гормон роста – это значит, что со стопроцентной гарантией набрать массу. Причем сухую без жира был возведен в ранг абсолютной истины. Но к популяризации гормона роста в бодибилдинге приложили руку и спортивные журналы, издаваемые на просторах СНГ. И это не случайно, ибо одно из российских изданий по силовому спорту, активно рекламирующий самотерапин, был одновременно официальным экспортером из Китая искусственного гормона роста. Отзывы о гормоне роста, которые печатались в этом журнале, превозносили его до небес, но писались не обычными людьми, а профессиональными копирайтерами. Время идет, но журналы для бодибилдеров, как раньше, так и сейчас, рекомендуют использовать гормон роста в повышенных дозах, превышающих те, которые необходимы для восстановления после травм. Для того, чтобы не было заметно отсутствие результата от самотерапина, в рекламе активно звучит идея, что желаемый эффект возможен только если принимать вместе с анаболическими стероидами. Но это всего лишь хитрость, маркетинговая уловка, призванная скрыть отсутствие влияния самотерапина на набор мышечной массы. Эффект от приема стероидов силен настолько, что неэффективность гормона роста на его фоне незаметна. Неэффективность самотерапина для набора массы, легкое визуальное увеличение качества мышц лишь усиливает миф о целесообразности использования этого гормона в бодибилдинге. Поэтому на качество китайского гормона роста обращают мало внимания, а ведь все знают о методах производства товаров, выпускаемых в Поднебесной империи. И не стоит думать, что на фармакологию он не распространяется. Побочные эффекты самотерапина, описанные выше, могут стать насущной реальностью, хотя проявляются не сразу. Последствия от использования дешевого китайского гормона роста низкого качества могут радовать купившего его человека еще долгое время. От применения китайского гормона роста низкого качества в том, что побочные эффекты от дешевые пустышки могут быть в разы меньше, чем от настоящего препарата. Вывод. Купить гормон роста можно любого качества, от элитного до подвального. Но, поскольку качественный самотерапин оказывает на организм более сильные воздействия, то и побочные эффекты гормона роста высокого качества намного существеннее. Как повысить гормон роста естественным путем? Если описанные мной выше побочные эффекты самотерапина заставили вас задуматься, предлагаю узнать о том, как это можно сделать естественным путем. На самом деле, таких вариантов немало. И пускай каждый из них по своей отдаче уступает инъекциям, но их комплексное применение дает ощутимый и продолжительный эффект. И что важно, безо всякого вреда для здоровья. Упражнения для выработки гормона роста тут все довольно просто. Базовые упражнения, выполняемые со штангой в первую очередь и во вторую с гантелями в силовом стиле от 6 до 8 повторений в подходе и с отдыхом между ними в одну минуту, дают наибольший эффект для выработки гормона роста. Но есть одно важное условие. Занятие должно быть коротким, не более 45-50 минут, без учета разминки и заминки. В ином случае в крови резко повышается уровень другого гормона, кортизола, который подавляет секрецию самотропина. Упражнения для выработки гормона роста можно компоновать в суперсеты. То есть делать два упражнения, одно за другим, без перерыва. Интенсивность нагрузки в этом случае радикально повысится. Даже несмотря на то, что рабочий вес придется снизить. Вот только компоновать в такие серии нужны именно базовые упражнения. Тренажеры в этом случае не подойдут. Витамины в бодибилдинге важны и сами по себе. Но если говорить о тех, которые позитивно влияют на синтез гормона роста, к ним относятся. Ниоцин, витамин В3, цинк, магний, аргинин, мелатонин. Аргинин это заменимая аминокислота. То есть наш организм способен синтезировать ее самостоятельно из пищи. Чемпионами по содержанию аргинина являются обычные тыквенные семечки. Хотя его также много в кедровых орехах, фисташках, грецкие орехи, кешью и большинство продуктов животного происхождения. Мясо, молоко, яйца, рыба. Качество сна это наиболее важный параметр для выработки гормона роста. Поэтому одной из добавок опосредованно, но сильно влияющей на повышение гормона роста является мелатонин. Гормон сна. Голодание синтезируется ночью во время фазы дельта сна и достигает своего пика к моменту пробуждения. Однако первый прием пищи в виде завтрака снижает уровень самотерапина, ибо любая еда, особенно углеводы, стимулирует уровень инсулина, а он подавляет уровень гормона роста. Таким образом продолжительные перерывы в приеме пищи до 18 часов, либо же более продолжительное голодание повышает выработку этого гормона и позволяет удерживать на высоком уровне длительное время. Баня и холодный душ – две противоположные по своему температурному режиму водные процедуры, но обе крайне эффективные в плане улучшения выработки гормона роста. Натуральным образом резкие перепады температуры воспринимаются организмом как шоковое воздействие на организм, в средстве чего он просто вынужден повышать секрецию гормона роста, чтобы минимизировать воздействие неблагоприятных температурных режимов на наш организм. Вывод. Повысить гормон роста естественным путем совсем не сложно, главное работать над этим регулярно и в комплексе. Использование самоторопина возможно лишь при повреждениях костной и соединительных тканях, для быстрого их заживления и только в малых дозах, исключительно под наблюдением вашего врача. Имеет смысл применять его для восполнения дефицита в пожилом возрасте, но опять же подконтрольно. Рассчитывать на ураганный рост мышечной массы от применения самоторопина не стоит, как не стоит верить рекламе и проплаченным отзывам о гормоне роста, которыми пестрят сайты по его продажам. Ибо когда речь заходит о покупке гормональных препаратов с массой побочных эффектов, решение нужно принимать очень обдуманно. Большие мышцы это действительно круто, но здоровье круче во сто раз, да пребудет с вами сила и масса. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok